Фитнес-тренировки на свежем воздухе в спортивном парке отдыха – дело привычное. Любимая горожанами Лазутенко хороша в любое время года и время суток. Вечером 22 сентября на трассе собрались поклонники скандинавской ходьбы. Мастер-класс для тех, кто за рулем провели тренеры Марина Солошенко и Михаил Девятьяров. Тренировка будет отличаться тем, что будет больше рассчитана под сидячий образ жизни, под те мышцы и те суставы, которые задействованы именно во время вождения или же в сидячей офисном работе. То есть мы покажем упражнения, которые могут они делать или разминаться перед автомобилем или непосредственно в офисном помещении. Универсальная и доступная скандинавская ходьба последние несколько лет уверенно завоевывает популярность среди жителей города Одинцова. Все дело в удобстве и простоте. Из экипировки только палки. Для начала подойдут даже лыжные. С такими помощниками можно совершать путешествия на большие расстояния. С палками проще приседать, делать наклоны и выпады. С надежной опорой и жизнь веселее. Скандинавская ходьба разделилась на три градации. Одна для тех людей, у которых есть травмы позвоночника. Это как реабилитационный вид спорта. А вторая градация – это пожилые женщины, мужчины, которых нужно для поддержания физической формы. И туда же включается средний класс или молодежь, которые также хочут поддержать физическую форму. И третья градация людей – это спортсмены-лыжники, которые выполняют эмитационные упражнения в бесснежный период и прыгают по горам с палками и бегают с ними же. Скандинавскую ходьбу сравнивают с аэробикой. Рекомендуют тем, у кого проблемы с сердцем, легкими, опорно-двигательным аппаратом. Я здесь постоянно бываю. И вот всех призываю приходить на лыжероллерную трассу имени героя России Ларисы Лазутиной. Считаю, что это самое лучшее место в мире. Поэтому все сюда. Занятия по скандинавской ходьбе в спортивном парке проходят еженедельно. Присоединиться может каждый. Нужно только захотеть. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова